15 лет исполнилось самому прогрессивному вузу Украины. Свой юбилей Международный гуманитарный университет отметил грандиозно и ярко. Создатель-альмаматор, президент вуза, академик Сергей Кивалов с гордостью говорит об успехах своего детища. Самое важное, что за годы независимости нашей страны Украины мы создали лучшее высшее учебное заведение негосударственного профиля. Международный гуманитарный университет это не только учебное заведение, а это и научное учреждение. У нас сегодня работает несколько специализированных советов по защите кандидатских диссертаций. Поздравить вуз с праздником собрались представители Союза юристов Украины, Союза журналистов, Одесского областного совета мира, духовенства, иностранные гости, а также профессорско-преподавательский состав и студенты. Это, наверное, один из наиболее быстро развивающихся высших учебных заведений Одесского региона. И мы, скажем, секрет этого быстрого развития заключается в том, что у него есть возможность использовать все преимущества негосударственной формы собственности. Сегодня я увидела наше будущее. Нарешті є ті люди, яким можна віддати країну. Нарешті є та молодь, яка зможе по-справжньому змінити життя на краще. В честь празднования 15-летия университета за весомый вклад в развитие вуза наградили представителей профессорско-преподавательского состава. Отметили также самых активных студентов. Наивысшую награду в этот день Сергей Кивалов вручил человеку, который стоял у истоков создания вуза, первому ректору МГУ Илье Каракашу, диплом почетного доктора Ханориус Кауза Международного гуманитарного университета. Я искренне хочу поблагодарить президента МГУ Сергея Васильевича Кивалова за такую высокую оценку моей скромной деятельности. Я ведь ректором университета был не много, не долго, всего два года, два месяца и два дня. Но интересно было работать, интересно было создавать. Международный гуманитарный университет осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов по разным направлениям. Сегодня в вузе есть факультет искусства и дизайна, лингвистики и перевода, а также два института – право экономики и международных отношений и Одесский медицинский институт. В структуре вуза также два колледжа – экономико-правовой и медицинский. Университет был основан в 2002 году. Первый набор в 2003 году составил 100 студентов. Сейчас же в МГУ более 4 тысяч учащихся. В этом году в вуз поступило рекордное количество студентов. Я первый набор международного права Международного гуманитарного университета. Соответственно, первый выпуск – это специальности международного права нашего университета. Поэтому для меня Международный гуманитарный университет – это жизнь, это мысль, это все. И мне хотелось бы университету пожелать первое – это не сбавлять взятый темп. Пожелать президенту Международного гуманитарного университета, академику Сергею Васильевичу, Кивалову неуемной энергии, которая у него есть, и которая постоянно движет наш коллектив и наш университет. Мне кажется, что многие вузы, которые в Одессе существуют, вузы не государственного типа, они уже сегодня не выдерживают конкуренции с нами, потому что мы работаем по-настоящему, мы работаем не для денег, а работаем для того, чтобы ввести в жизнь новое поколение. Также университет является лидером по количеству обучающихся здесь иностранных студентов. Вот буквально вот сейчас мы получили рекорд иностранных студентов. Более тысячи иностранных студентов обучаются в Международном гуманитарном университете. Студенты из 48 стран. В этом году распахнула свои двери ультрасовременная стоматологическая клиника Международного гуманитарного университета. Готовится к открытию еще одна клиника. Мы переживали, думали, но мы поверили в МГУ и лично его президенту Сергею Васильевичу. И так все началось. Именно в этот день мы заложили, как говорится, камень в создании второй университетской базы, в университетской клинике. Мы начали строить, ну, еще одну стоматологию, на базе которой мы будем обучать студентов. Теплое пожелание, слова благодарности и поздравления на празднике звучали в адрес родного вуза. Я искренне поздравляю весь коллектив Международного гуманитарного университета с нашим юбилеем, с 15-летием. Я хочу пожелать нам творчества. Я хочу пожелать всему коллективу и студентам хорошего настроения, удачи. Ради этого стоит создавать, творить и жить. Спасибо всем, кто вместе с нами. Я хотела бы пожелать университету новых высот, прежде всего в науке, потому что наука всегда была локомотивом образования. Университету хотелось бы пожелать многих, многих лет жизни, развития, совершенствования, всего самого лучшего. Я очень рад, что являюсь частью этого действительно замечательного события, нашего любимого Международного гуманитарного университета. И в сегодняшний, в праздничный день я хочу от всего сердца пожелать нам всем развития. В рамках празднования юбилея также прошел ежегодный конкурс красоты «Мисс МГУ-2017». Десять участниц боролись за главную корону. В этом году на сцену также вышли все победительницы конкурса с момента его создания. Вот уже десять лет я являюсь организатором этого конкурса. Наш университет чтит традиции. Мы сплочены, крепки, дружны. Это самый большой показатель хорошего коллектива преподавателей, студентов. В программе конкурса выходы в вечерних платьях и общее дефиле. Каждая из участниц демонстрировала свой талант. Звезды надо мной, я их засчитала. Да я всегда была немного кожа, Нежная светом лунная дружа, Оставлю страхи своим темною дружи, И я не знаю, не знаю, все. Это потому что, это самый большой показатель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Отдевает Да я! На празднике выступили лучшие творческие коллективы города и страны. Мисс МГУ 2017 стала участница под номером 8, студентка факультета лингвистики и перевода Дарья Щербакова. Это дебют девушки на конкурсах красоты. Я просто в шоке, я не ожидала, но я очень на это надеялась, и поэтому я безумно рада, что так произошло. Я очень довольна, я очень счастлива, очень старалась, чтобы выиграть этот конкурс. Первой вице-мисс стала студентка экономико-правового колледжа Злата Козланджи. Хочу сказать большое спасибо организаторам, которые помогают девочкам продвигаться и идти вперед благодаря таким конкурсам. Титул второй вице-мисс Международный гуманитарный университет завоевала студентка вуза из Турции Мануэль Селенский. Всех конкурсанток ожидали приятные сюрпризы. Девушки получили ценные подарки от спонсоров. Это украшения от дизайнера Киры Кокс, сертификаты на приобретение дизайнерской одежды Lookbook, Knitted People, сертификаты на фотосессии от Надежды Руденко и посещение салона красоты для БТ. Мисс МГУ-2017 Дарья Щербакова стала обладательницей бриллиантового изделия и других ценных подарков. Участницах было 10 человек, но они были все очень яркие. Их были очень хорошие и достойные номера, творческие номера, благодаря которым шоу получилось на очень хорошем уровне. К поздравлениям с 15-летием Международного гуманитарного университета присоединяются Наталья Апара, Полина Корюк, Юлия Польнова, Анастасия Кричко и вся команда телеканала «Репортер». Продолжение следует...